Ну а вот о том, какая погода предстоит на ближайшие выходные, расскажет официальный представитель КАЗ «Гидромет» Алина Исмогулова. Доброе утро. Она уже с нами в студии. Спасибо. Мы обычно разговариваем по Zoom с вами, но сегодня нам посчастливилось вас увидеть у нас в студии. Итак, Алина, скажите, вот если верить прогнозу погоды, то, ну, казалось бы, она налажена, да? Или, ну, по прогнозу, по крайней мере. Вы как живое доказательство тому находитесь сейчас здесь. Скажите, вот какая погода все-таки сохранится до конца недели? Как одеваться жителям? Доброе утро. Северные и центральные регионы у нас получат самые теплые осенние выходные, то есть наслаждайтесь в эти выходные. Это север и центр. А запад и юг, там дожди у нас в эти выходные, они сохраняются. То есть, опять же, вы понимаете, что Казахстан в нескольких климатических поясах и одной погоды на всей территории Казахстана быть не может, но крайне-крайне редко. Поэтому вот эти выходные у нас тоже-таки контрастные. Север и центр насладятся последним теплом, а запад и юг у нас пока получают осадки. То есть, я так понимаю, что это последняя волна тепла на севере страны, но и в центре больше не будет? Да. С 21-го у нас пойдут устойчивые минусовые температуры, как днем, так и в ночное время. Поэтому уже будет похолодание и для севера, и для центра, и для востока. Запад, допустим, первая половина ноября, самая теплая будет для западно-казахстанской области. То есть, там даже будет немножко отклонение от нормы, то есть будет теплее, чем обычно в ноябре. Это западно-казахстанская область. Это в ноябре, первая половина ноября. А, допустим, в первой половине ноября в горных и предгорных районах юга будет самый холодный ноябрь. А центральные и северные регионы у нас будут в пределах нормы. То есть, это уже устойчивая осень, снег у нас, осадки. То есть, все уже можно как бы уходить от летней легкой одежды. Ну, вот как вы сказали, что теплые деньки, как говорится, остались считанные, да? Когда все-таки конкретно ждать уже морозов? Ну, после 21 октября будут устойчивые минусовые температуры. Это значит и днем, и ночью. Это значит, ляжет снег? Ляжет снег, да. Уже будет устойчивый снежный покров. Обычно после 15 октября у нас устойчивый снежный покров. Это не значит, что снег выпал. Первый снег выпал, это не значит, что это уже снег. То есть, он может растаять. А устойчивый снежный покров, когда уже снег выпал и остается. То есть это минусовые температуры, его сохраняют. После 21 октября север-центр, устойчивый снежный покров, устойчивые минусовые температуры. Вот скажите, бывало так, что все-таки даже под Новый год шел дождь, да? Были такие моменты, как говорится, в истории. Какая зима предстоит? Зима у нас, в общем, теплая. Но, опять же, чтобы, как говорится, не веселить блогеров, да, мы объясняем, что теплая зима, это не значит, что на севере всю зиму будет, как на западе, в Мангостанской области, в Туркестанской, там минус 4. Нет, теплая зима, это означает, что меньше холодных дней. То есть, да, у нас будет минус 45, мы прогнозируем, что этой зимой в северные регионы, особенно североказахстанская, Паладарская, Кустанайская области, будут опускаться температуры до минус 45 в течение зимы. Но, допустим, если 10-20 лет назад, во время вот 3 зимних месяца, у нас до 28-32 дней холодных, то есть, когда температура ниже минус 28, то это считалось нормально. А сейчас, допустим, в последние годы 12-15 холодных дней, то есть температура минус 28 для севера, это считается уже нормально. То есть, когда мы говорим теплая зима, это значит, таких холодных дней просто меньше. То есть, не будет такого, что у нас был период, когда 11 дней шла метель, допустим, зафиксировано это в 2017 году, не прекращаясь, шла метель. Допустим, если поднять многолетние данные, это, кстати, было в последние 20 лет. Затем, допустим, прошлый год, как пример, когда устойчивый снежный покров в Астане, вот все это, наверное, скорее всего помнят, выпал 10 декабря. Это считается одним из поздних установок снежного покрова. Самое позднее это 16 декабря, самое раннее 16 октября. То есть, наши специалисты вот так вот смотрят все многолетние данные, берут последние, допустим, 20 лет, потому что в связи с изменением климата, как бы раньше брался более длительный период, 50 лет, как для средних многолетних данных. Сейчас меньше, 10-20 лет. Поэтому вот считается, что теплая зима, это просто меньше холодных дней. А вот смотрите, сейчас идет глобальное потепление, и вот многие говорят, ну, сейчас зимы не такие суровые, а вот в наше детство, так ли верно это утверждение? Действительно ли стали зимы менее суровыми? Ну, по крайней мере, еще там лет 30 тому назад были настолько суровые зимы, что там 100 метров, да, нельзя было пройти без варежек. Да, да, действительно. Последние, вот, допустим, наши специалисты рассматривали только город Астану за 30 лет, как изменился климат города Астаны. И выяснилось, что у нас сократилось количество ветреных дней в зимний период. Это тоже влияет на теплую зиму. Мы уже не столица ветров? Да, мы уже, ну, уже менее. Близимся к югу. Близимся к югу, да. Потом у нас меньшее количество, опять же, холодных дней. Они протяженность, то есть это сутки, двое, а не, допустим, 10 дней. Раньше, допустим, циклон мог установиться, да, на территории Казахстана, и 10 дней погода стоит без изменений. Сейчас вы наблюдаете, да, один циклон заходит, занимает антициклон, устанавливается, снова циклон. То есть сейчас у нас тепло, а в Алма-Ате дождь идет. Допустим, сейчас у нас, после 21-го, у нас начнутся холода, а на западе, где заходит антициклон, опять там будут плюсовые температуры. Алина, еще вот коротко, если можно, мы не забываем всегда, когда разговариваем с вами, об наших аграриях, которые пытаются успеть спешно, когда там уже происходят осадки, собрать урожай. Сколько еще осталось времени примерно, чтобы они успели, ну, те, кто занимаются, как говорится, этими делами, сколько у них осталось времени для сбора? Ну, для зерносеющих регионов вот несколько дней. 21-го мы уже, вот сейчас у них круглосуточная работа, то есть мы предоставляем им графики, то есть там даже не на сутки время идет на часы. То есть это 21-е, вот север, это зерносеющие регионы, у нас практически для них несколько дней осталось. Ну, у нас и вообще сложное в этом году было, лето дождливое, вообще для аграриев очень сложный период был, к сожалению, и лето дождливое, и сейчас осень тоже, время уборки урожая. Опять же, в почве было очень много влаги в связи с паводками, и лето дождливое, и сейчас мы уходим, допустим, в зиму, и мы фиксируем, что почва тоже насыщена водой, да, и это тоже неблагоприятно будет сказываться на паводках следующего года. Ну что ж, уважаемые фермеры, примите во внимание информацию от официального представителя КАЗ «Гидромет» Алины Исмогулой. Спасибо вам большое, спасибо за прогноз. Спасибо, что были с нами сегодня этим утром. Да, мы очень рады вас видеть. Хорошего дня.